Дорогие зрители, здравствуйте! Мы вас приветствуем на очередном заседании КАФБИРО. Нашим сегодняшним гостем станет Игбал Гуриев, известный эксперт в области топливно-энергетического комплекса, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. Игбал Адильевич, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что приняли наше приглашение. Для нас это большая честь. Надеюсь, что у нас сегодня получится достаточно полотворная беседа. Спасибо. Если вы не против, я сразу перейду к нашим вопросам. Они будут касаться Азербайджана, энергетического комплекса Азербайджана. И первый мой вопрос такой. Как вы оцениваете влияние энергетического сектора на экономику и внешнюю политику Азербайджана? На ваш взгляд, можно ли сказать, что в Азербайджане наблюдаются симптомы голландской болезни? Или же наоборот? Экономика Азербайджана достаточно диверсифицирована и не зависит полностью от экспорта углеводородов? Ну, действительно, многие годы драйвером, так сказать, развития экономики Азербайджана являлась именно нефтегазовая отрасль. Она же выступала ключевым, наверное, источником пополнения бюджета страны. Но сегодня Азербайджан, обладая также значительными ресурсами, я имею в виду, в первую очередь, это запасы нефти, природного газа, проводит совсем другую политику, достаточно грамотную экономическую политику, которая направлена на уход от сырьевой ориентации своей экономики в сторону развития, как любят говорить в Азербайджане, ненефтяного сектора, который включает и модернизацию промышленного комплекса в целом, отчасти даже включает и развитие высокотехнологичных производств. И рост вот этого ненефтяного сектора и уход от сырьевой направленности промышленности уже давно, на самом деле, стали такими постулатами для развития национальной экономики. И у Азербайджана, на самом деле, есть в этом направлении богатый опыт. То есть наряду с ключевыми отраслями топливно-энергетического комплекса, в Азербайджане различными темпами, но они достаточно, если смотреть на другие страны постсоветского пространства, достаточно быстрыми темпами развиваются отчасти машиностроения, есть хорошие успехи в области металлургии, есть хорошее продвижение развития в химической и легкой промышленности. Если мы посмотрим на, допустим, агропромышленный комплекс, который там составляет порядка 5-6% ВВП страны, то здесь есть продвижение в области хлопководства, животноводства. А если в целом мы посмотрим на темпы развития ВВП Азербайджана, то это является на самом деле одной из наиболее динамично развивающихся стран, если мы посмотрим на другие страны по масштабу, по населению и по тому историческому моменту, которым они оказались после распада Советского Союза. И в настоящее время на самом деле в Азербайджане формируется достаточно перспективный промышленный комплекс, который направлен на привлечение и использование высоких технологий и инноваций. На самом деле это является правдой. И мы можем посмотреть на, допустим, металлургическую промышленность Азербайджана, где применяются в том числе и инновации. Да, с одной стороны ресурсная или сырьевая обеспеченность Азербайджана, оно создает такие благоприятные предпосылки для развития других отраслей, в том числе металлургической, но это и есть хорошо. То есть это является драйвером развития и не нефтяного сектора. Вот в металлургии, если мне память не изменяет, там где-то порядка четырех заводов в настоящее время строятся. Если мы говорим про не нефтяной сектор, о котором я начал говорить, да, многие могут сказать, да, а вот не нефтяной сектор, мы посмотрим по квалитету, мы видим, что там условно всего лишь 5% не нефтяного сектора идет на экспорт, а 95% связан с внутренним спросом. Но это тоже неплохо. То есть есть потенциал значительный для экспорта. Если Азербайджан сможет увеличить свою конкурентоспособность своей экономики, своей продукции не нефтяной, то есть большой потенциал на внешних рынках, и это может быть дополнительным драйвером развития экономики. Также я бы хотел отметить, что одним из приоритетных направлений, наверное, наращиванием промышленного потенциала страны является и строительной отрасли. Мы даже видим вот в постковидный период у нас в России, да, как это поддерживается государством, потому что это является ключевой отраслью. Там есть и создание новых рабочих мест. Это такое мультипликативный эффект от строительной отрасли. Вот в Азербайджане тоже идет хорошими темпами развития и строительной отрасли. Как пример, даже вот за последние, по-моему, где-то пару лет назад Азербайджан добился того, что он полностью обеспечивает для себя за счет собственного производства цемента. Тоже является таким важным фактором. Но мы говорим, когда мы говорим, в принципе, о развитии экономики и так далее, я не беру, конечно же, прошлый 20-й год, потому что не только для Азербайджана, для всех стран абсолютно было тяжелым годом, а для Азербайджана 20-й год наряду с последствиями, связанными с пандемией COVID-19, с окончанием, можно сказать, сложного в истории Азербайджана периода и этапа военных действий в Карабахе. Он все равно продемонстрировал правильность, наверное, тех мер и тех курсов, того курса экономического, я имею в виду, который проводился в Азербайджане в последние годы. И я бы ознаменовал, наверное, тот период, который сейчас, да, в Азербайджане. Это переход, наверное, от кризиса к периоду такому, и это кризис в целом, да, и в экономике страны. Период такой адаптации, и Азербайджан сейчас уже составляет свою постпандемическую, постконфликтную экономическую повестку дня. И в этом особую роль играет и восстановление освобожденных территорий. Да, с одной стороны, вот освобождение, восстановление вот этих территорий потребует действительно колоссальных усилий, больших инвестиций. Но, с другой стороны, это и послужит тем драйвером оживления национальной экономики, которая, на самом деле, так необходима не только азербайджанской экономике, да, всем экономикам мира после тяжелого прошлого года. С одной стороны, урегулирование Карабахского конфликта, оно обеспечило Азербайджану политическую стабильность. Как мы знаем, политическая стабильность – это залог инвестиционной привлекательности. Никто не захочет вкладывать средства свои в непонятную экономику, которую не обеспечивает, не знает завтра, что будет с ней, и так далее. Мы знаем, что так как есть политическая стабильность, уже регулирован конфликт, будет макроэкономический рост, будет увеличение, повышение благосостояния населения страны. И здесь же, я уже возвращаюсь также к строительной отрасли, здесь строительный бум именно на освобожденных территориях Карабахи, он может способствовать, на мой взгляд, в принципе, оживлению экономики страны в целом. И на самом деле очевидно, что активное обустройство восстановления территории Азербайджана может превратить Карабах, как я уже говорил, в драйвер экономического развития всей страны в целом. То есть цель, на мой взгляд, Азербайджана должна быть не только как бы уравнить эти районы с остальными, да, там с точки зрения архитектуры, развития экономики, социально-экономического развития и так далее. Но, на мой взгляд, эти территории должны быть территориями опережающего развития. И здесь должны быть применены именно новые технологии, здесь и, как в энергетике, да, я люблю это говорить, умный город, умная деревня, современные модели, там, управления агломерацией, да, они могут это все применить именно на данном полигоне, полигоне освобожденных территорий. А для международной общественности Азербайджан сможет этим показать и быть вообще образцом, как надо восстанавливать территории в постконфликтный период. И, с другой стороны, если мы посмотрим на территории Карабаха, они являются достаточно выгодными с экономической точки зрения, да, мы ваш вопрос начали с того, что вот энергетика является всем для Азербайджана. Я как раз своим, на мой взгляд, таким расширенным ответом хотел показать, что есть и другие отрасли в Азербайджане. Да, если мы посмотрим на Карабаха, здесь и горнорудная промышленность, и можно хорошо развить агропромышленный комплекс, можно развить переработку. И это все уже сможет обеспечить развитие экономики страны. Можно здесь развить масштабные проекты по развитию транспортной инфраструктуры, да. Здесь можно, как там авиаузел, да, у нас там международный аэропорт Физули в Азербайджане строится, новые магистрали, и автомагистрали, и железная дорога, и большие вот эти логистические магистрали, они обеспечат и грузопоток, и обеспечат возможность развивать туризм. При этом от развития логистики в данном регионе выиграет и соседи Азербайджана, на самом деле в первую очередь Армения, да, мы активно, мы видим, что есть средства массовой информации, обсуждаете меня, часто спрашивают про перспективу там Зангизурского коридора и так далее. Мы видим, что эти проекты, которые являются регионально-международными, да, они дадут импульс для развития и соседних стран. Ну, я смотрел различные оценки, сам не подсчитывал, но по различным оценкам, именно восстановление территорий Карабаха может стать драйвером для создания рабочих мест в целом, не в целом секторе, а если мы говорим про количественную оценку, да, то это может принести до 20% на самом деле валового внутреннего продукта Азербайджана. И резюмируя, как бы, свой ответ на ваш вопрос, что касается голландской болезни, что касается пронной зависимости от углеводородов, Азербайджан, это сейчас не Азербайджан 90-х, это совсем новая страна с новой экономикой, которая уже смогла отчасти уйти от нефтяного и газового экспорта, я имею в виду в денежном потоке. Спасибо большое. У вас действительно очень комплексный был ответ на вопрос. Его уже частично затронули, мне, к нему, я думаю, следующий вопрос, потому что мы неоднократно, читатели, зрители, могут услышать заявления официальных лиц Азербайджана относительно развития возобновляемых источников энергетики. Зачастую идут разговоры о том, что как раз-таки после освободительной войны 44-го года из Карабаха сделают зону без углерода, соответственно, там энергетика будет зеленая. Вот и вопрос у меня такой, как вы думаете, смогут ли в Азербайджане построить экономику на зеленой энергетике? Есть ли такая возможность? Ну, возможность есть, если такая необходимость. Это вот вопрос. Вообще, когда меня задают вопрос касательно развития зеленой энергетики, не вас, как касается, да, в целом не Азербайджана, а различных стран, это не означает, что мы полностью должны отказывать от нефти, от газа и так далее, полностью уходить в зеленую энергетику, в возобновляемые источники энергии. Нет, мы должны делиться фиксировать. Азербайджан в том числе. В Азербайджане есть планы, да, увеличить, допустим, к 30-му году долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Азербайджана на 30%. И, с одной стороны, развитие, ну, динамичное развитие сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане поможет снизить экологическую нагрузку на, в целом, экономику и минимизировать такое негативное воздействие на окружающую среду. И, с другой стороны, Азербайджан перед собой поставил цель, да, он подписал Парижское соглашение. И, в соответствии с данным Парижским соглашением, как мы знаем, Азербайджан и республика, в общем, взяла на себя обязательства по сокращению своих парниковых выбросов на 35% к 30-му году. Здесь, в данном случае, для достижения этих целей развитие возобновляемых источников энергии, безусловно, поможет. С другой стороны, как бы, ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии в сочетании с постоянным повышением энергоэффективности, оно может способствовать уменьшению внутреннего потребления, там, нефти и газа. А что получается, когда уменьшается внутреннее потребление? То есть, высвобождаются дополнительные объемы для экспорта. А экспорт – это возможность получения дополнительных доходов для бюджета страны. То есть, дополнительные объемы экспорта, дополнительные нефть и газа долг. Это тоже хорошо. С другой стороны, если мы посмотрим на природно-климатические условия Азербайджана, то мы видим, что Азербайджан действительно обладает значительным потенциалом развития альтернативной энергетики. И, наверное, ключевое в Азербайджане – это солнечная и ветровая энергетика. Но, тем не менее, есть проекты, которые связаны с биомассой и с другими видами альтернативной энергетики. И здесь же также развитие возобновляемых источников энергии, проектов по ВИА должно основываться на привлечении иностранных инвесторов. Потому что у внутренних инвесторов нет достаточно ни технологий, ни средств финансовых, чтобы осуществить какие-то крупные проекты в этом направлении. А все вешать на плечи государства – это не очень правильно. То есть, государство должно создавать благоприятный инвестиционный климат. То есть, в Азербайджан, а в настоящее время это есть. То есть, если мы посмотрим на те проекты, ну, я отбрасываю там нефтяные и газовые проекты, если даже посмотрим на возобновляемую энергетику, если не ошибаюсь, там в прошлом году арабские компании подписали соглашение о сооружении в Азербайджане солнечных и ветровых электростанций. Это на самом деле является большой победой Азербайджана. И особенно важный является тот факт, что ключевые факторы, как я уже отмечал, в данной сфере, они реализуются за счет иностранного капитала. А приток иностранного капитала свидетельствует о доверии других иностранных инвесторов к Азербайджану. И я думаю, что именно развитие возобновляемых источников энергии и так далее, альтернативно в солнечной, ветровой, это все-таки как раз все-таки новая страница в развитии таких наших мировых энергетических проектов. Если будем на Азербайджан смотреть, в любом случае у Азербайджана есть большие перспективы. А если возвращаться опять к освобожденным территориям, в Карабах, так вот освобожденная территория здесь тоже обладает значительным, как минимум ветровым потенциалом, солнцем мы оставим, допустим. Здесь сооружение новых ветровых электростанций в данном регионе, оно может позволить генерировать необходимые для восстановления экономики дополнительного объема электроэнергии. И, во-первых, это будет без ущерба для окружающей среды, а в дальнейшем для внутреннего потребления. А в последующем может быть и для экспорта в соседние страны. То есть на самом деле именно эти территории, они могут быть прекрасным полигоном для развития зеленых, инфраструктурных и энергетических проектов. Здесь очень важно и региональное, и международное сотрудничество, и опять повторюсь, и в сфере технологий, и в сфере финансов, в сфере экспертной поддержки, и также геополитическая поддержка туда, безусловно, должна быть. А еще стоит отметить, что очень много говорят о гидроэнергетике, которая тоже является разновляемой строительной энергии, но, конечно, ущерб от там, строительству гидростанций, он более заметный, чем гидроэнергетики. Последние вопросы, Квалан Дилимич. Наверное, самый интересный, на мой взгляд, потому что это все-таки сотрудничество России и Азербайджана в энергетической сфере. Мы знаем, что Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. В этом заявляли лидеры двух стран, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Альфа Малиев. На ваш взгляд, как специалист по энергетике, как оценивать, Азербайджан и Россия являются, скажем так, партнерами, которые учитывают интересы друг друга, координируют свои действия? То обе страны входят в группу ОПЕК+, участвуют в переговорах о сокращении нефти. Уже показатели. А есть еще много других показателей, то есть моментов, когда мы можем наблюдать, скажем так, слаженную координацию между иностранными. Или же две эти страны, не учитывая интересы друг друга, являются конкурентами. Вот как вы можете ответить на это? Ну, вы уже, задавая вопрос, отчасти начали отвечать на свой вопрос. Россия и Азербайджан связывают давние традиции, взаимопонимание, уважение интересов друг друга, в том числе и в сфере энергетики. Это основано на общей истории наших стран, на культурных связях. И это является действительно прочным фундаментом для развития того стратегического партнерства, о котором вы говорили. То есть, если мы посмотрим за период, ну, там, 91-й год по сегодняшний, то есть с момента, там, провозглашения Азербайджаном независимости или распада СССР, по-разному можно трактовать этот период. Но если хронологически 91-й, там, 2021-й год, мы видим, что есть, на самом деле, достаточно плодотворное сотрудничество в области энергетики. И оно, на самом деле, отвечает национальным интересам именно обеих стран. И те проекты, мы знаем, что в первоначальных проектах по освоению нефтяных ресурсов в Каспии, Азербайджанского секта, участвовала российская компания, может быть, отчасти с азербайджанскими корнями, но это не имеет значения, это российская компания. Я имею в виду, в первую очередь, Лукойл. Вы отметили справедливую работу Азербайджана и России в рамках формата ОПЕК+. Азербайджан вместе с Россией обеспечивает стабилизацию мирового нефтяного рынка. Мы видели, в каком состоянии была отрасль, рынок был в каком состоянии. Там, условно, в марте-апреле прошлого года. И видим сейчас состояние мирового нефтяного рынка. Это в том числе благодаря слаженным и скоординированным действиям стран ОПЕК+. Которые входят Россия и Азербайджан. С другой стороны, мы уже, отвечая на прошлый ваш вопрос, предыдущий, про зеленые проекты и озеленение Азербайджана, и это зеленение энергетики, мы видим, что вот курс Азербайджана на озеленение всего топливно-энергетического комплекса, он также выявил заинтересованность российских компаний, которые работают там в секторе возобновляемой энергетики, реализации совместных проектов в этой сфере. Есть заинтересованность Росатома в проектах в Азербайджане, есть заинтересованность российских частных компаний в области ветровой энергетики в проектах в Азербайджане. Но с другой стороны, как вы верно отметили, есть, будет такое мнение, некоторые эксперты этого придерживаются, что газовый, в первую очередь, проект Азербайджана, который направлен на экспорт, в первую очередь, в Европу, они являются прямым конкурентом российским поставкам газа и так далее. Однако, если мы посмотрим чуть глубже и рассмотрим структуру российского газового экспорта в Европу, то можно сделать вывод, что там где-то более 80% поставок российского газа в Европу приходят на страны западные в Европу. И основным европейским партнером России в газовой сфере является Германия, на которую приходится около 30% общего объема поставляемого в ЕС газа. А Азербайджан, в первую очередь, направляет свой газ в страны Южной Европы, в первую очередь, это Италия. Таким образом, то есть поставки природного газа из Азербайджана, они на самом деле практически не затронут коммерческие интересы России. И в данной ситуации можно ли спрогнозировать в какой-то перспективе лишь возможность незначительного снижения объемов поставок российского газа в одну страну. Это имеется в виду в Италию. И вследствие этого можно сделать вывод, что поставки российского азербайджанского газа, они не будут конкурировать, а они будут взаимодополнять друг друга. Фактически основной объем поставок природного газа из России, Азербайджана, они приходят на разные европейские рынки. И в целом, еще раз повторюсь, что Россия и Азербайджан, они не являются конкурентами на международных энергетических рынках, а не являются странами, которые взаимодополняют друг друга на различных рынках. Если бы мы являлись конкурентами, то не могли бы мы договориться в рамках координации стран ОПЕК+. Игорь Владимирович, спасибо большое. Действительно получилось очень благотворное. Мне всегда приятно беседовать с экономистами, потому что в отличие от нас, вы экономисты более лаконичные, всегда апеллируются цифрами. Мы, скажем так, специалисты международных отношений, политологи, историки, мы любим все-таки больше говорить, а вас больше, как говорится, цифры и фактуры. Уважаемые зрители, я еще раз напоминаю, что нашим сегодняшним гостем стал Игбал Кулиев, известный эксперт в области топливно-энергетического комплекса, заместитель директора Международного института энергетической политики, по материам ГИМО. Также Игбал Дилиевич является основателем и автором телеграм-канала про энергетику IG Energy. Я лично сам его читаю, наши коллеги читают, и мы вам советуем, уважаемые зрители, подписаться, и никогда не пропустить одни из самых важных, основных новостей из области энергетики. Также мы хотим поблагодарить вас, что вы сегодня были все с нами, поблагодарить Игбал Дилиевичу, что он принял наше приглашение, надеюсь, вам тоже понравилось с нами беседовать. И, уважаемые зрители, подписывайтесь на наш канал, делитесь, ставьте лайки, как говорится, и до скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok